Идак Синий Мурмук Леткий, 29-летний боец, ростом 170 см, весом 69,7 кг. Его профессиональный рекорд, 4 победы, ни от того поражения, дамы и господа, представляющий клуб МНС из Саратова, приветствуйте, Русланд Тойяков! А вот и его замерник, краса в углу клетки, бойцу 21 год, рост 181 см, вес 70,5 кг. Его профессиональный рекорд, 8 побед, ни от того поражения, представляющий школу Абдулманафа Нурмагомедова из Бахачкалы, также не знающий поражению слава Нурмагомедова! Рефери Максим Протасов. Очень сильный поединок нас будет сейчас ожидать, друзья. Есть пытавший горечь поражения, но победителем выйдет только один. Макс Протасов является рефери в этом бою. Ко-мейн-эвент GFC под номером 24. Саратов, ЛДС Кристалл. И вот Саратовская Сарата! Уверен, мы сейчас будем с вами видеть потрясающее противостояние. Разные стили, кстати, в этом бою. Столкнуться друг с другом. Да, очень хорошо начинает Усман Нурмагомедов. Я бы сказал, что Усман Нурмагомедова можно отметить как всесторонне развитого бойца. То есть борется, бьет. Ментально силен. Мы видели, когда зал аплодировал Туякову, как улыбался Усман Нурмагомедов. Да, так и было. Да, видим сейчас Усман. Улыбка полностью даже демонстрировала его капу. И он это делал так психологически, естественно. Да, очень психологически. Да, стараясь показать, что он абсолютно уверен в своих возможностях. Да, психологически очень силен Усман Нурмагомедов, потому как ему есть на кого равняться. Старшие братья в лице Хабиба Нурмагомедова, Умара Нурмагомедова. Ну и стойки, посмотрите, он сейчас колено спокойно достает до головы Туякова. Потрясающе пластичен Усман. И при этом растянут великолепно. Мы знаем его технику ног. Потрясающе. И, кстати, технику несения ударов коленями. И напомню вам, он базовый тайский боксер. Он из тайского бокса пришел в школу Абдулманапа. Да, кстати, редкое явление для выходцев из школы Абдулманапа Нурмагомедова. Обычно борцы, самбисты, дзудаисты. Но Усману удалось очень быстро, очень хорошо потянуть свою борьбу, грепплинг. И, кстати, он отличается потрясающей бросковой составляющей из стойки. Он очень классно владеет именно бросками из стойки. Да, мы видим в углу Усмана. Подошел в углу Усмана Шамиль. Сейчас справа попадает через руку. Усман тут же почувствовал, что есть опасность, смесился. И также тут же сам отвечает с левой руки. Колено навстречу. Попадает сейчас. Насколько заряжен его соперник Руслан Туяков. Это, кстати, все предвидели и знают тоже характер этого парня. Характер очень серьезный, волевой, духовитый. А Туякови ранее мне не доводилось слышать. Вы просто его не видели в деле. Да, да. Наблюдается. То есть есть у парня определенный степень. Есть с чем работать, чем апеллировать, скажем так. Мне вообще сложно этот комментировать бой, честно признаюсь. Зайд, я болею за Усмана, когда ему только исполнилось 15 лет. Вы можете себе это представить? Да. Только 15 лет. Мы говорили, кстати, с вами об этом. Да, 7 лет назад я начал болеть за этого парня. И мне очень нравится его стиль ведения боя в ММА и его возможности. И как он растет. Он на моих глазах рос и развивался. Поэтому мне очень сложно здесь максимально объективно комментировать. Поэтому в этом бою я отдам вот в большей степени время комментирования вам, дорогой Зайд. Да, я бы хотел выразить и свою точку зрения на этот счет. То есть, опять же, как и в бою у Магомеда Аль-Абдулы, скажу, повторюсь здесь так же. Это тоже один из боев, которые ожидаемых мной боев сегодняшнего турнира. Потому как Усман является, то есть, одноклубником моим. Как вы говорили, так же знаю его с самого детства раннего. То есть, не болеть, то есть, не предвзято за Усмана. Ну, было бы нечестно с моей стороны. И думаю, меня зрители и слушающие у экранов, смотрящие наш турнир, и в том числе в зале, думаю, поймут меня. И отнесутся к этому, то есть, положительно. Да, мы должны быть честны, честны. Хорошо, Усман. В левше весь бой, пока, по крайней мере, первый раунд в левше проводит Усман Нурмагомедов. На выходе выбрасывает Усман. Очень жесткий и точный удар по печени от Усмана. Левый мидл. Вот, фонтальный коронный удар Усмана. Двойка с дистанцией. И колено по печени попадает сейчас, Усман. Жестко он сейчас пробил именно в правой нижней подреберье. Смещаясь и сокращая дистанцию. Кстати, насколько я помню, Зайд, вы перед этим боем, по-моему, даже спарринговали с Усманом. Да, мне довелось спарринговать как раз с Усманом Нурмагомедовым. Он принимал участие в подготовке Усмана. И скажу, буду с вами опять же здесь тоже честен. Попался я во втором раунде на фронтальный удар Усмана, который он проводит в образ печени. И не смог завершить, то есть, баминг наш. Чуть-чуть вы присели, да? Да, присел. Как бы было дышать тяжело и не видел все необходимости дорабатывать. Потому как мы, то есть, важно было для нас подготовить Усмана, а не не выявить победителя нашего. Хабиб Нурмагомедов в углу как раз у Усмана сейчас. И Шамиль Зауров, вице-президент лиги GFC, представитель клуба «Ахмад» тоже рядом. Он тоже очень часто опекает Усмана, любит его как младшего брата. Это знаю тоже не понаслышке, но и Хабиб рядом. Заметьте, Макс, вся элита школы Абдулманапа Нурмагомедова, она сейчас в углу. То есть, Усмана, там три поколения, Шамиль Зауров, Хабиб Нурмагомедов, Иумар Нурмагомедов, Усмана Нурмагомедов, да. Это все три поколения и, то есть, ведущие спортсмены школы Абдулманапа Нурмагомедова. Да, но видно, что для Хабиба это принципиальный поединок также, брат. Да, конечно, это Усман является младшим братом Хабиба Нурмагомедова. Да, Хабиба важно. Здесь видел атаку Усман и не дал по себе попасть. Руслану Туякову. Руслан очень опытный парень, не только по возрасту, но и его выступлением, и в любительском смешанном боевом единоборстве, но и в профессионалах. Четыре победы, не знал поражений до сегодняшнего дня. Это протестание очень многие ждали. Хорошо, хорошо, как попадает Усмана. В стиле, в стиле Усмана. Все, поплыл Туяков, вернулся. Левый ханкик с передней ноги. Уже поменял стойку Усмана и вправше. Вот они фронтальные. Вот эти фронткики. Потрясающие в арсенале Усмана. Заметьте, Макс, как он обманывает Туякова. Это его излюбленная работа. Да, с передней ноги в голову, с задней ноги в корпус. И он очень разносторонний. И по этажам работает великолепно. Это мы еще не видели, как он шел в борьбу. Помимо того, что по этажам работает, он посмотрите на... О-о-о, фронткик. Хорошо, на встречу попадает. И Руслан Туяков теряет равновесие. И даже благодарит его почему-то за это дело. Но это было успешно, надеюсь, с стороны Усмана Нурмагомена. И, кстати, отдать должное Усмана. Обратите внимание, он не добивал. Да, да. Это как очередной показатель, да, то есть... Характера. Да, характера, то есть психологического устойчивости. Чувство соперника, чувство боя, это тоже очень важно. Да. Хорошо заходит с коленой. Да, колено потрясающе, конечно, Усман. И несколько раз попал, два раза. И тут же в голову добивает. Вы смотрите, близок к Усману Нурмагомену, чтобы одержать победу досрочную. Печень. Еще одно колено в голову. И здесь терпит Руслан Туяков. И пробил он его живым. Главное, не вымахаться сейчас Усману. И сначально он пробил ему именно живым. Печень и дурно добивает. Добивает Усман Нурмагомену. Невероятная победа. Очень красивая и досрочная. И у очень сильного соперника, у которого является Руслан Туяков. Я вам скажу, что многие на этот весовой дивизион не смогли бы вынести вот это сопротивление, которое может осуществить Руслан Туяков. А Усман это сделал еще и досрочно. Представляете? Да. Очень красивый бой был. А вы знаете логическое завершение? Напомню вам, несколько раз я отметил. Точные попадания от Усмана коленом в область печени и живота. Он его пробил сначала туда, а потом уже доработал голову. Да, да. И я на собственном опыте знаю, каково это. То есть пробивает он очень точно. И тяжело дышать, тяжело передвигаться. То есть смещение фокуса на этот дискомфорт не дает тебе принимать соответствующие решения по бою. И чем пользуется Усман? Мы видели, как он прижал Туякова клетки и добил коленями. Да, однажды Абулманаб Нурмагомедов мне признался, что он готовит отдельную историю по Усману Нурмагомедову уже в лучшей лиге мира в UFC. Но через три года. Через три года. И хочет он, чтобы созрел полноценно Усман для уже испытания лучшей лиги мира в UFC. И там он многих удивит. Да, полностью солидарен с Абулманабаном Нурмагомедовичем. Дамы и господа, реферим поединка Максим Протасов растормил бой через две минуты и три секунды второго раунда. Техническим нокаутом. Девани одержал победу. И остается незнависим подожжений Усмана. Технический нокаут. Абулманаб Нурмагомедов встает даже с своего собственного места и стоя приветствует победу Усмана. Стоя. Насколько он переживал, нервничал, мы с вами это представляем. Но и при этом он отдает должное и сопернику в сегодняшнем бою Усмана. Это Руслан Туйков. Который был заряжен, максимально заряжен в этом бою. И, конечно же, хотел так же победить. Оф- Оф- Оф-